Это просто апогей скуки в школе! Собрать все карандаши у класса и построить из них вот такую штуковину! Хотя, может, это урок геометрии, где изучают такие фигуры? Ой, начинается! Ну, поставьте мне пять, ну, пожалуйста! Ну, я же лучше всех рассказал, но я завтра еще лучше выучу! Уже начали плакаты с просьбами прямо на доске вешать! Я в целом не спорю, необычный дизайн рюкзака — это круто! Но школьный рюкзак в виде помятой пивной банки? Мне кажется, это не самый лучший вариант! Привет! С вами канал Фактория! У вас тоже есть одноклассник, который решает домашнее задание за 15 секунд до звонка на урок? Причем делает это в любых местах и позах! Хоть на полу в туалете, но он успеет все написать! Вот уж кто больше всех страдает от рук школьников, так это ластик! Его ломают, его протыкают, на нем рисуют, им кидаются, им делают все, что угодно, только не стирают карандаш! Вот это, я понимаю, урок информатики! Всем классом играть в доту с подробными комментариями учителя, кто больше рак! Вы тоже можете прислать фотографии своих необычных уроков или просто удивительных вещей! Для этого и существуют ссылки в описании! Нифига себе домашка! А еще вам что найти? Может, ответ на главный вопрос жизни Вселенной и всего такого? Именно так должен выглядеть самый замечательный кабинет по химии! Таблица Менделеева должна быть на потолке, чтобы учитель не мог постоянно спрашивать, «Куда ты смотришь на потолок? Почему не на доску?» Сразу видно, что ребята очень любят свою школу, но просто обожают и так сильно хотят поскорее вернуться на уроки, что аж замуровали дверь снегом! Не знаю, как вам, а мне очень даже нравится такой букетик на первое сентября! Этот шикарный подсолнух точно не останется незамеченным на линейке! Учителя стараются, пробуют научить всех чему-то полезному, а у родителей другая обязанность – стимулировать детей на получение знаний! Хотя не уверен, что скалка – это лучший вариант! Если вы любите передавать записочки в классе, то будьте готовы к тому, что ее прочитает вся школа! Ведь кто-то додумался сделать стену позора, куда отправляются все изъятые у учеников записки! Этот учитель решил привлечь внимание своих подопечных очень необычным способом! Он пришел на урок в костюме Санса! Было бы интересно посмотреть реакцию класса на его появление! Ой, да чего ж знакомая ситуация! Если задача не решается с первой попытки, то нужно встать перед доской на колени и очень хорошо попросить ее все-таки решиться! В этой школе очень любят поощрять творчество учеников, поэтому их рисунки повесили прямо на потолке кабинета художественного искусства! Учителю было негде оставить своего пса, поэтому он привел его на свой урок и объяснил всем, что новую тему будет объяснять именно собака! Может, хоть ее кто-нибудь будет слушать? А этот учитель считает, что самый лучший способ объяснять законы физики – это наглядно! Поэтому реактивное движение весь класс изучал на улице, в то время как учитель сидел верхом на скейтборде с огнетушителем в руках! Не знаю, запомнил ли кто-нибудь закон, но сам урок точно запомнится надолго! В классе не нашлось линейки подходящего размера? Да ерунда! А стул на что? К счастью, пока нет такого закона, который бы запрещал чертить графики с помощью его ножек! Чудесный урок по астрономии! Можно забыть все стадии умирания Солнца, но уж точно не забудешь, что когда Солнце погибнет, от Земли тоже ничего не останется! А все благодаря веселой картинке от учителя! Да-да, примерно так и выглядел бы класс со стороны учителя, если бы всех детей заменили на мемы! А впрочем, можно и не заменять, он все равно так выглядит! Подготовка к Новому году в кабинете химии идет полным ходом! А поскольку никто не разрешил притащить в класс нормальную елку, пришлось сделать ее самостоятельно, из мензурок с химическими реактивами! Главное, ее не уронить, а то потом будет сложно объяснить дыру в полу! Учитель биологии вместо пропуска в туалет дает ученикам берцовую кость, при этом уверяет, что она настоящая! Чувствую, на его уроке никто до туалета прогуляться не хочет, все терпят! Вот это я понимаю, настоящий учитель истории! Вместо того, чтобы на пальцах объяснять, как выглядел рыцарь-крестоносец, он просто сам нарядился в доспехе и в таком виде вел урок! Мдаааа, кажется, это самый наглядный пример, для чего все-таки стоит ходить в школу! Конец первого урока всегда больше напоминает тихий час в детском саду, все тихонько дремлют на своих местах, никто никого не спрашивает, никто даже не балуется и не шумит! Казалось бы, идеальная атмосфера для урока, но учитель тоже спит! Согласно древней легенде, если сильно прижимать учебник к голове, то некоторые знания из него могут просочиться прямо в мозг, но я бы не очень доверял этой теории! Ну подумаешь, ну уснул ученик на уроке! Так что теперь, селфи что ли с ним делать? Этому учителю надоело отвечать на дурацкий вопрос, зачем вы нас этому учите? Поэтому он заказал себе футболку с простым и понятным ответом. Потому что это есть в учебном плане! Здорово, когда учитель фанатеет от тех же фильмов, что и его ученики. Когда он размахивает возле доски световым мечом вместо указки, это сразу притягивает внимание всех в классе! Вот это настоящий кошмар! Напишите в комментариях, вас тоже заставляли считать эти дурацкие клеточки, которые нужно откуда-то все время отступать, и которые все вечно отступали неправильно! Неудивительно, что после такого некоторые ученики готовы дать откусить свою голову какому-нибудь монстру, лишь бы не вбивать в нее эти ненужные знания! Думаете, что сможете все списать на любой контрольной? Ну-ну, попробуйте это сделать с коробкой на голове и сидя в полутора метрах от ближайшего ученика! В школе ученики готовы на все что угодно! Общаться, развлекаться, ставить стулья в идеальном балансе после урока, но только не учиться! Не-не-не! Вот именно так чувствует себя любой ученик к концу седьмого урока! Кажется, что ты успел соостариться, умереть и превратиться в скелет в этой школе! Учитель, чтобы повеселить детей, заказал штампик со своим лицом и добавляет его к оценкам, чтобы показать свое отношение к работе! Вы бы хотели учиться в Хогвартсе? Скорее всего, да, но с реальностью не поспоришь! Зато на уроке химии эта учительница одевается как волшебница каждый раз перед проведением опытов! А этот педагог как-то ляпнул классу, что если все сдадут тест на отлично, то он придет на урок в костюме скуби-ду! Видимо, ученикам очень хотелось посмотреть на него в таком виде, поэтому тест все написали на отлично! А учитель оказался человеком слова и свое обещание сдержал! Почему-то больше всех в школе достается скелетам! Казалось бы, они ничем не провинились, но они издеваются над ними только ленивый! Впрочем, иногда ими даже учителей заменяют, говорят даже успешно! Похоже, этому ученику надоело отвечать на вечный вопрос «А голову ты дома не забыл?» Поэтому он сразу обозначил свою позицию по этому вопросу «Головы нет и не будет!» Вход на территорию школы может быть опасен для жизни Вот, я знал! Я всегда знал с самого первого сентября! Я был уверен, что это опасно, но мне никто не верил и все равно заставляли идти на уроки! Непонятно, что больше разозлило учителя То, что ученик так и не научился за 11 классов подписывать тетради Или то, что он отрастил бороду Все-таки лазерные указки придумали не просто так Это гениальное изобретение действительно упрощает жизнь Но учителя старой закалки предпочитают пользоваться складными указками длиной 3 метра Вот до чего людей уроки доводят! Им приходится устраивать настоящие магические дуэли Правда, пока при помощи доски имела, но выглядит все равно эпично Хотите, я заставлю вас понервничать? Значит так, к доске пойдет... Отвечать сегодня будет... Тему нам расскажет... Самому страшно стало! Но в этом классе подобных развлечений нет Кто пойдет к доске, определяется выбором рандомного числа И никто не в обиде! Вот умеют же некоторые люди устроиться с удобством Интересно, а может быть знания в положении лежа даже лучше усваиваются? Ой, ну это классика! Одной рукой пишешь тему в тетради, а другую аккуратненько достаешь из рукава И спокойно играешь под партой еще в телефон Главное не заработать косоглазие в процессе Тетрадь для мучения Глеба по английскому, математике, русскому и чтению Бедный Глеб! Что тут еще сказать? Сочувствуем Вот это правильный подход! Учеба учебы, а обед по расписанию Вообще, хозяйственный парень! И плитку не забыл, и кастрюлю притащил Потому что правильное питание — это важно Все, что я говорю, будет на экзамене Вот интересно, кто-то правда думает, что на экзамене можно вспомнить, что там говорил на уроке учитель три года назад? Так вот, значит, как учителя рабочие тетради проверяют, да? Что ж, видимо, увлекательное было чтиво, раз даже пиво пролил Вот именно для этого и существуют дальние парты Там можно расположиться с удобством, достать ноутбук и спокойненько играть в Counter-Strike Пока там учитель что-то пытается рассказать возле доски Но разве это не прекрасно? Почему все учителя физики не учат, как правильно ловить покемонов? Это же полезное прикладное умение в современном мире Вы бы смогли, не отвлекаясь, решить контрольную, если бы на вас с доски смотрело вот такое лицо учителя? Мне кажется, это не очень помогает сосредоточиться В начальной школе вместо оценок детям в тетради ставят картинки За пятерку – яблочко, за четверку – кексик, если тройка, то ягодку, а если у тебя плохое поведение, то ты – олень Ну хорошо, получить по какому-то предмету двойку – это уже привычно Даже единицу еще можно встретить Но вот получить ноль? Ха-ха, это надо постараться! Выбери следующее видео для просмотра Спасибо и до новых встреч!